Привет, друзья! С вами Белорица Дмитрий. И сегодня мы поговорим на тему, какой же домой купить себе, так скажем, спортивный инвентарь за самые минимальные деньги. И чтобы он был наиболее эффективен. Вы спросите меня, где же твой проект, где же твоя диета, что случилось? Итак, дорогие друзья, я вам объясняю. Проект немножко отложился, буквально на 2-3 недели. Дело в том, что я работаю в условиях севера и здесь очень напряжено. По крайней мере, мне это в работе просто очень сильно мешает и не дает нормально работать. Потому что работа довольно динамичная и сидя на диете, ну невозможно выполнять свою работу довольно качественно. Итак, давайте перейдем к сегодняшней нашей теме. У нас есть минимальная сумма денег. Куда же их потратить, чтобы купить такой спортивный инвентарь, который бы позволил нам хорошо проработать свое тело, похудеть, повысить свою выносливость, как силовую, так и общую. В общем, к чему я клоню? Я не буду долго вас томить. Сегодня речь пойдет о таком спортивном снаряде, как гиря. Это очень простой такой снаряд с виду. Кажется, что обычный кусок железа у многих из вас. Подобные гири есть как в гараже, так еще где-то. Многие используют как наковальню, как другой подручный инструмент. Но в качестве спортивного инвентаря домашнего, даже для зала, это идеальный вариант. Гиря это такой вот металлический шар с такой ручкой. Вот, кажется, она вроде с виду простая, но в то же время гиря очень опасная. Во-первых, потому что при занятии с ней, и когда мы делаем какие-либо упражнения, у нас кисть свободно ходит по этой гире. Если взять, допустим, гантель или штангу, то там фиксировано, и кисть не может не шевелиться, ничего. Поэтому при упражнении с гирей нужно полностью ее контролировать, что дополнительно задействует другие мышцы нашего тела. Тренировки с гирей очень функциональны. Как я уже сказал, вы развиваете практически все качества вашего тела. Купить гирю можно в пределах от 300 рублей до 2500 рублей. Все зависит от того, где вы будете ее покупать, и также у кого будете покупать. Можно купить по объявлениям, а также во многих спортивных магазинах. Также новичкам я бы посоветовал при занятии в гире дополнительно купить пояс, который будет поддерживать вашу поясницу и ваш позвоночник. Это не только убережет вас от возможных травм, но также вам будет проще заниматься с этим инвентарем. А также перед занятием гирей обязательно нужна хорошая разминка. Давайте все по порядку. Сейчас мы разомнемся, включим музыку и дальше продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, после интенсивной разминки можно приступить к занятиям гири. Но не забывайте, что разминка должна быть минимум от 6 до 10 минут. Она позволит уберечь вас от всевозможных потенциальных травм. Итак, я сегодня хочу рассказать об одном базовом упражнении с гирей, которое все больше и больше, я вижу, используется в всевозможных видах спорта. Как общее, укрепляющее, такое упражнение, которое повышает очень сильно вашу функциональность и вашу функциональную подготовку. Упражнение называется махи с гирями, некоторые его называют еще насос, некоторые маятник. Ну, в общем, очень все просто, но принцип один. Итак, давайте посмотрим. Итак, перед вами гиря нужно брать вот двумя руками, держать перед собой. Обратите внимание, что спина ваша должна быть всегда прямая. Ноги, ну, обычно советуют ноги ставить на ширине плеч. Ну, об этом отдельно я с вами поговорю. Принцип очень простой. Берем гирю и раскачиваем. И гиря у нас словно маятник идет вверх и вниз. Итак, я показал вам принцип данного упражнения. В принципе, все понятно, но давайте остановимся поподробнее. Во-первых, если вам кажется, что вот со стороны упражнения с гирей выполняет достаточно легко, вы не обольщайтесь, возьмите гирю и попробуйте сами. Если вы новичок, то не увлекайтесь большими весами, то есть вы должны все равно быть как-то подготовлены к этому. Для женщин пойдет гиря 8 килограмм. Ну, сейчас в продаже очень часто можно встретить гирю 7,5 килограмм. Для мужчин, в принципе, пойдет гиря 16 килограмм. А потом, по мере, так скажем, своей функциональной подготовки, вы можете увеличивать, вернее, брать другой номинал гири и выполнять уже упражнения с ними. Итак, давайте коснемся данного упражнения и рассмотрим поподробнее. Есть несколько интересных моментов. В этом упражнении можно варьировать нагрузку на различные части тела. Например, как рекомендует большинство спортсменов, это выполнять упражнение, как я его делал в первом случае. Если вы хотите дать нагрузку, например, на плечи и на свое предплечье, то можно делать упражнение таким образом. Оп. Оп. То есть, гиря у нас идет не по такой траектории, а как бы летит перед нами. Мы включаем мышцы плеч и рук, ну и, естественно, ног. Оп. 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 Главное выполнять правила по технике безопасности и правила по правильному выполнению, чтобы не получить никакой травмы. Итак, если вы экономите время и деньги, то вам для таких усиленных тренировок достаточно просто купить гирю и заниматься 20-30 минут в день. И в течение двух месяцев одного этого упражнения будет достаточно, чтобы очень сильно повысить свою функциональную и физическую. Давайте еще раз закрепим и посмотрим, как можно выполнять данное упражнение. С вами был Белогресс и Дмитрий. Всем счастливо, всем пока, до новых встреч, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»!